Издательство Бомбора. Океан книг. Таня Гарсия. Как научиться слышать ребёнка, чтобы ребёнок слушал вас? Простое руководство для воспитания без нервов. Вступление. Жизнь. Она такая интенсивная и эфемерная, красивая и порой такая трудная. Возможно, она становится ещё сложнее, когда у нас появляются дети. Ведь это время, когда выходят на свет эмоции, которые мы испытывали, но не выражали свободно в детстве и юности. Эти эмоции спали внутри нас. Мы вдруг обнаруживаем, как теряем нервы из-за того, что до появления детей не составляло никакой проблемы. А теперь превратилась в навязчивые идеи. Моменты, которые раньше воспринимались спокойно, например, уход из дома на работу, теперь для многих превращаются в настоящее испытание. Нам кажется, что, будучи родителями, мы автоматически должны стать требовательными, устанавливать правила, планировать каждый день, упрашивать детей вести себя определённым образом. Мы ошибочно полагаем, что иначе они станут зависимыми, безответственными, бесперспективными людьми, потерявшими путь и цель в жизни. Мы даже приходим к мысли, что они могут превратиться во взрослых, которые будут жестоки по отношению к другим. Так нас научили общество и наша семья. Мы усвоили, что родители по своему статусу выше детей, что дети всегда должны делать то, что говорят или думают их родители, делать только то, что старшее поколение считает правильным. Нам внушали, что нельзя потакать детям, когда они сердятся, когда плачут, когда им не хочется что-то делать, когда они завидуют, злятся или проявляют нетерпимость. Нам вбили в голову, что чем больше помогать детям, тем хуже будут их результаты, и тем хуже они будут приспособлены к жизни. Нас убедили, что работает метод тяжелой руки. Чем сложнее им сейчас, тем сильнее они будут потом. И мы, игнорируя настоящие эмоции наших детей и наши собственные, сдались, один за другим поверив в это, вопреки собственному жизненному опыту. Когда мы в детстве и юности чувствовали злость, грусть, ярость и неприятие, единственное, в чем мы нуждались, были поддержка, диалог, эмпатия и любовь. Поэтому, как золотой узор на ткани, мы храним в памяти каждый миг из прошлого, когда мы были поняты и услышаны, когда нас обнимали и направляли наши эмоции. Мы будем помнить эти мгновения и держаться за них со всей болью и любовью в наших сердцах, даже когда наших родителей не станет. Может быть, кого-то уже с нами нет. Таким образом, самая большая трудность, с которой мы сталкиваемся, состоит в том, чтобы действительно осознать, что эта теория очень вредна для мальчиков и девочек. Иными словами, детям вредит представление о том, что они должны быть образом и подобием своих родителей. Эта мысль заставляет их чувствовать себя неуверенными и незащищенными и снижает уровень их самооценки. Эти чувства сохраняются не только в их настоящем, но и в будущем. Конечно, подобные теории, основанные на интересах взрослых, всегда игнорируют истинные эмоции и потребности детей, отделяют нас от них и обедняют нашу с ними эмоциональную связь почти до полного растворения. В жизни один человек не лучше другого. Точно так же мама и папа не превосходят своих детей. Быть родителем значит направлять в пути, учить своим примерам и спокойствиям, давать возможность набираться опыта безболезненно, а не стремиться, чтобы они были такими, какими мы хотим их видеть, постоянно манипулируя их самыми глубинными чувствами. Каждый из нас по отдельности и все мы вместе нуждаемся в том, чтобы нас любили, уважали и принимали такими, какие мы есть. Нас научили относиться к детям и воспитывать их по-взрослому, руководя ими. Таким образом, когда основная важность передается тому, как дети себя ведут, но никогда не принимаются во внимание этапы их умственного и эмоционального развития. Когда мы требуем от детей изменений, которых они на самом деле не хотят или к которым попросту не готовы. Кроме того, этот способ воспитания достигает только одной цели — благополучия и интересы взрослого. Благодаря этой аудиокниге вы изучите теорию и практику, которые необходимы для воспитания мальчиков и девочек. Аудиокнига поможет понять, что цель не в том, чтобы их изменить, сформировать или усовершенствовать, а в том, чтобы проработать именно наши родительские чувства, а также специалистов, которые занимаются детьми. Речь идет о глобальной трансформации системы воспитания, которое поможет раз и навсегда понять, что никто не может быть счастлив, если его заставляют делать то, чего он не хочет, или чувствовать себя так, как он не желает, не получая внимания или поддержки, когда это необходимо. Человек также несчастлив, когда его контролируют, и он живет в страхе перед собственными родителями, когда его наказывают или критикуют за выражение того, что он думает. И, помимо прочего, он живет в атмосфере недоверия и репрессий. Никто полностью не сформируется как личность и не станет эмоционально здоровым взрослым, будучи тем, кем он не является. Как вы услышите в следующих главах, именно это и происходит, когда мы не можем выразить то, что чувствуем в детстве и подростковом возрасте. Мы прячем свое истинное «я» и заставляем себя быть людьми, которыми мы не являемся. Чтобы помочь вам преодолеть большую работу, аудиокнига погрузит вас в историю нашей главной героини Александры. Она поможет научиться на постоянной основе сопереживать своим детям и себе. Итак, первый шаг состоит в том, чтобы осознать, что мы, мамы и папы, намерены совершенствоваться, и у нас есть твердое желание сплотиться для этого важного преобразования, которое, конечно, предполагает глубокую и кропотливую работу.